Всем привет, вы на канале Science Daily. Во вторник, 25 июня, китайский лунный модуль Чань-E6 вернулся на Землю, успешно завершив свою миссию по сбору образцов грунта с обратной стороны Луны. Капсула с грунтом успешно приземлилась в специально выбранной зоне района внутренняя Монголия на севере Китая. Успех миссии является важным этапом для китайской лунной программы. Напомню, Китай планирует отправить первого космонавта на Луну уже к 2030 году и в ближайшее десятилетие построить исследовательскую базу на южном полюсе Луны. Капсула Чань-E6 доставила на Землю около 2 килограмм лунного грунта, которые после вскрытия будут проанализированы исследователями в Китае, прежде чем они станут доступны ученым по всему миру. Образцы грунта были собраны с помощью бура и роботизированного манипулятора в ударном кратере бассейна Аполлона, возраст которого насчитывает около 4 миллиардов лет. Обратная сторона Луны привлекает внимание ученых с тех пор, как в 1959 году советским космическим аппаратом Луна-3 были получены первые снимки этой стороны нашего спутника. Оказалось, что обратная сторона Луны существенно отличается от видимой с Земли стороны, она вся покрыта кратерами разных размеров, образовавшихся в разное время. Ученые со всего мира возлагают большие надежды на информацию, которую можно получить, исследуя грунт с обратной стороны Луны. Ведь Луна – это фактически застывшая запись того, что было в ранней Солнечной системе. Кроме того, анализ состава и физических свойств образцов лунного грунта также может помочь продвинуться в изучении того, как использовать ресурсы Луны для будущих миссий. Предполагается, что после получения образцов китайские ученые будут обмениваться данными и проводить совместные исследования с международными партнерами. А затем Пекин откроет доступ к образцам для международных групп.